МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Кетчуп-3 желания". Сделан самой природой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! С вами снова самое вкусное шоу страны. Магия кухни. Я Талгат Акбергенов, и мы начинаем готовить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовить и делиться с вами гастрономическими рецептами. Я буду совместно с нашими дорогими друзьями и партнерами, а точнее, с продукцией компании Евразианс Фудс Корпорейшн с такими марками, как Шедевр, Золотые горы и Три желания. Сегодня у нас в меню обычные фрикадельки с овощами, но под пикантным соусом от бренда Три желания. Для гарнира я буду использовать сегодня кабачок, помидоры черри. И так я начинаю резать. Вот думаю, какими кусочками, в принципе, порежем покрупнее. И следите за тем, чтобы... Я люблю фрикадельки, когда небольшого, маленького размера, и поэтому, чтобы наш гарнир был... Сильно тоже не отличался по размеру. Поэтому я вот нарежу в таком вот произвольном порядке, то есть такими вот треугольничками, да. Вода для фрикаделек у меня уже закипает. Кабачок очень-очень спелый и свежий. Помидоры черри я буду использовать тоже в этом гарнире. Все это сейчас отправлю в одну общую миску. Но прежде чем отправить в общую чашу, я хочу сделать вот такой вот... Как бы, ну, как сказать, маринад. Добавлю сюда молотый кориандр. Сегодня у меня сухой тимьян. И все это связывать будет у меня сыр пармезан. Пармезан я тоже натру сюда же на мелкой терке. Такая присыпка, присыпка маринад для наших овощей, которые я буду запекать в духовом шкафу. Вода у меня закипела. Думаю, достаточно. Перемешаю все это руками. В соль я буду добавлять небольшое количество. Перца можно чуть побольше. Отправляю сюда кабачок. Остается порубить помидоры черри пополам. И отправить их нашим кабачкам. Отправляю их сюда же. Напомню, что духовой шкаф у меня уже раскален до 180 градусов. Все вот это сейчас я аккуратно перемешиваю. Перемешиваю руками. При этом очень нежно, аккуратно поднимаю все со дна. Всю нашу присыпку. Вот. Примерно должно получиться как-то так у вас. Достаю противень. Мой незаменимый пергамент. Я думаю, эти действия уже для вас, для всех знакомы. То есть я добавил воды на противень. Расстилаю пергамент. И отправляю наши овощи на противень. Равномерно распределяю. И отправляю буквально на 10 минут наши овощи запекаться в духовку. Далеко не буду убирать эту чашу. Те же самые ингредиенты я добавлю сюда. То есть тимьян. Небольшое количество молотого кориандра. Пармезан сюда у нас уже не пойдет. Добавляю соль. Перец. Нарезаю мелко-мелко-мелко укроп. Впрочем, подойдет любая зелень, которая у вас есть дома. Но зелень должна быть свежая. То есть она насытит наш фарш сочностью, ароматом и летней свежестью. Фарш в лук я не добавляю. Достаточно будет укропа. Отправляю тоже все в эту миску. Ну, этот кусочек мы порвем. И отправляю здесь у меня примерно 250-300 грамм фарша свежего. Желток. И хорошенько-хорошенько все это буду я смешивать. Дорогие друзья, с добавлением желтка фарш приобрел вот такую вот плотную консистенцию. Его не нужно отбивать. То есть мы добавили сюда сухой тимьян, молотую кинзу, кориандр, то есть, да? И порубили мелко-мелко укроп. Ну, конечно же, соль, перец. Вода у меня закипает. Чтобы приготовить вкусный обед, не обязательно быть профессионалом. Все вкусное просто. Необходимы только свежие, натуральные и качественные продукты. Майонез-3 желание сочетает в себе все три качества. И самый простой рецепт становится кулинарным шедевром. Майонез-3 желания. Все вкусное просто. Может, побриться? Встречайте. Три желания в новой упаковке. Друзья, для того, чтобы накатать шарик и фрикаделик, мне понадобится вода, в которой я буду смачивать руки. Итак, я приступаю. Как я говорил ранее, я люблю, когда фрикадельки такие небольшие. А за счет добавленного желтка в фарш они останутся у нас цельными. Все свои блюда я стараюсь готовить очень быстро, потому что я люблю готовить, но я не люблю долгое время проводить на кухне, потому что жизнь настолько прекрасна и многогранна, что есть и другие удивительные моменты, куда мы можем тратить свое время. Смачиваю еще раз руки. Здесь на ваш выбор по размеру, по калибровке можете сами ориентироваться, но за счет вот такого маленького размера фрикаделик они у нас и сварятся быстрее, то есть параллельно с овощами все будет у нас готово. И будет очень вкусно и выглядеть будет эстетично. Честно говоря, вот это вот занятие, это занятие моего детства, когда мама моя готовила ужин на всю нашу большую семью, я всегда ей помогал, конечно, и вот лет, наверное, шести я вот уже умел катать эти интересные шарики. Заканчиваю с фрикадельками. Вот такие вот у нас получаются они. Конечно же, вы гораздо быстрее все это сделаете, если вам будут помогать ваши домашние или же друзья. Фарш вообще настолько быстро готовится и, допустим, спагетти баланей, макароны по-флотски, везде используется фарш, да, в мантах. Но в мантах фарш чуть другой, я больше приветствую, конечно, когда рубленный фарш. И здесь у нас фарш прокрученный предварительно в мясорубке. чувствую, что мне нужно смочить руки. Докатаю, проверю. Зачастую, так бывает, когда мы лепим манты там или еще что-то такое, ну, когда большое количество, да, гостей к вам домой приходит. Калибровка бывает такая маленький-маленький и потом уже на увеличение пошли, когда уже человек начинает уставать, лениться. и у меня, по-моему, здесь то же самое происходит, но я постараюсь, конечно, все выдержать в одном размере. Вариться ваши фрикадельки будут 7-8 минут. Поверьте мне, друзья, этого времени будет достаточно для того, чтобы ваш фарш был полностью готовым. Вот. и буквально две штучки остаются у меня. И все, у меня все готово. И теперь буду варить наши фрикадельки, добавляю небольшое количество соли и отправляю наши фрикадельки вариться. Чтобы не марать руки, я вот использую ложечку. Будьте предельно аккуратны, вода очень горячая. Увеличиваю огонь, чтобы было постоянное бурление, кипение в вашей кастрюле. Вот. И ты, дружочек, тоже иди. Промешаю. Еще заметили, уже фрикадельки приобретают сразу же такой цвет. То есть, сворачивается белок, то есть, мы обязательно должны отправлять это в кипящую воду. Если вода у вас будет холодной, фрикадельки будут выделять, то есть, этот белок, который не видим нашему глазу, он не будет образовываться, то есть, не будет вот этой корочки. То есть, и все сочные, полезные вещества просто выйдут у вас в бульон. А здесь вода у нас кипящая, все быстро у меня хорошенечко свернулось, появилась вот такая вот корочка вокруг каждой фрикадельки, и все это будет вариться буквально 7 минут. Здравствуйте! Меня зовут Лилия Корпусевич, и я обучаю людей правильно питаться. Желток – это основная часть яйца. В нем огромное количество витамина С, что делает его незаменимым при простудных заболеваниях. Также в нем содержатся липопротеиды высокой плотности. Это тот самый хороший холестерин, который борется с плохим холестерином, очищая стенки сосудов и помогая печени выводить токсины. Одно-два яйца в день – это норма, не стоит бояться этого продукта. Люди, пребывающие на диете, напрасно выбрасывают желток, делая только белковые омлеты. Мало того, что белка вы получите совсем немного, так и инсулин вырастет из-за высокого инсулинового индекса белка, что снизит качество похудения, а желток помогает его снизить за счет жировой составляющей. Поэтому в белковый омлет добавляйте одно целое яйцо с желтком. Получайте от здорового питания не только пользу, но и удовольствие. Друзья, спасибо, что вы с нами. Фрикадельки мои уже готовы. Я их сейчас буду вынимать шумовкой. Вот такие вот они у меня получили цельные, неразваренные, неразваленные. Напомню, фарш я добавил небольшое количество сухого тимьяна, кориандра, соль, перец и обязательно один желток. Все, вроде все фрикадельки у меня выловлены. Отключаю воду и теперь приступаю к нашему второму блюду. Быстро-быстро приготовим наш легкий салат из шампиньонов. Дорогие друзья, я сейчас обжарю шампиньоны, но хочу отдельно вам напомнить то, что я сегодня буду использовать рукколу, вот такую замечательную от компании Гринека, которую они нам любезно предоставили, которая есть в каждом супермаркете нашей страны. Обязательно попробуйте эту продукцию, потому что зелень от Гринека всегда очень свежая, потому что она находится вот в таких вот формовых горшочках. Тонко нарезаю, рублю шампиньоны для салата. Сковорода уже у меня раскаляется. И отправляю их сразу на сухую сковороду, чтобы вышла лишняя влага. Небольшое количество сока лимона добавили. И, конечно же, мое любимое масло шедевр. Ну, куда я без него? Огромное спасибо нашим друзьям и партнерам компании Евразия Food Corporation за этот замечательный продукт. Оно не пенится, оно... Это масло дает замечательный аромат всем нашим продуктам. И сразу же я отключаю нашу сковороду, потому что шампиньоны такой продукт, который можно кушать, в принципе, и сырыми, по лихим флюмонным сокам. А мне вот необходим вот этот замечательный золотистый колер, который образовался. Небольшое количество соли. Все, забыли. И теперь я буду выкладывать наш салат, в данном случае рукколу. Отрываю. Рву ее руками. Сюда же отправлю наши грибочки. Мне понадобится вилка. Хочу заявить рукколу в этом салате обязательно. Соль на шампиньонах у меня уже присутствует. Небольшое количество сока лимона. Добавлю брынзу. Все произвольно, все режу произвольно. Вокруг оформляю бренджей. И мои любимые вяленые томаты, вяленые помидоры, которые находятся в оливковом масле. В итоге это оливковое масло будет у меня таким соусом для нашего салата. Все у меня готово. Вытру края. Салат готов, остается выложить мне наше основное блюдо. Подхожу к духовке. Наши овощи запеклись. Вот они такие получились. Здесь у нас аромат пармезана, трав, тимьян, кориандр. Все это в одну кучу. Мне понадобится тарелка и мой любимый соус лечо. Соус лечо здесь у меня будет такой основой для фрикаделек. Не жалею его абсолютно. Отправляю наши фрикадельки в центр на соус. Вот вот такой горочкой. Вот как-то так. Теперь сверху буду выкладывать, то есть не сверху, а по краям буду выкладывать наш гарнир. Фрикадельки будут в окружении кабачков, помидоров, черри. И конечно же секретным ингредиентом в этом блюде у нас выступает соус лечо. Мой любимый соус лечо. И действительно болгарские перцы, овощи чувствуются прям на зубок. Достаточно. Друзья, я напомню то, что я не избавлялся от этого бульонка, в котором варились наши фрикадельки. Возьму небольшое количество и полью. Только на фрикадельки. Друзья, наши блюда готовы. Мы приготовили именно в том хронометриже нашей передаче. Вот то количество времени, которое вы смотрите нашу программу, мы это время и потратили. Не было никаких ни стопов, ни монтажей. То есть вы все приготовите у себя на кухне гораздо все быстрее. Дорогие друзья, я напомню, что нашим генеральным другом и партнером является компания Евразиан Фуд Корпорейшн с такими брендами, как Шедевр, Золотые Горы и мои любимые Три Желания. Чтобы приготовить вкусный обед, не обязательно быть профессионалом. Все вкусное просто. Необходимы только свежие, натуральные и качественные продукты. Майонез Три Желания сочетает в себе все три качества. И самый простой рецепт становится кулинарным шедевром. А мы и сами сусали. Майонез Три Желания Все вкусное просто. Может побриться. Встречайте Три Желания в новой упаковке. Друзья, наши блюда готовы. И сегодня мы готовили салат из рукколы с добавлением брынзы, вяленых помидоров и шампиньоны. Но они остались здесь где-то у меня под брынзы, но все равно они есть и дают свой замечательный аромат. И основное блюдо это фрикадельки с запеченными овощами. На овощи мы запекали в таком интересном маринаде или присыпке, как сказать, не знаю, но все равно, я думаю, все это доступно на вашей кухне. Мы использовали там пармезан, тимьян, молотый кориандр, добавили небольшое количество соли, совсем небольшое, потому что в пармезане уже содержится молотый кориандр. И в этом блюде мы использовали мой любимый соус леча, который содержит в себе цельные кусочки болгарского перца, томаты. И действительно у него такой аромат, что не нужно абсолютно выдумывать и придумать что-то новое, а просто нужно брать, покупать и использовать этот замечательный соус. Друзья, наши блюда все готовы. Пожалуйста, готовьте их у себя на кухне и смотрите наше кулинарное шоу магии кухни. А с вами был я, Талгат Акбергенов, готовил от души с любовью и на позитиве. Смотрите нас в эфире телеканала Мир в 12.30 по будням. Счастливо! Кетчуп 3 желания сделан самой природой. Талгат Акбергенов,